так рассказываем что это за стадо это у нас баранчики да я вижу это у нас бараны производителей сколько их в этом стаде в этом стадии 74 головы и возраст какой у них от 2 до шести лет от двух до шести лет а вот они есть с рогами а есть камолы это почему-то не у нас опороком актериера встречаются камолы и бараны то есть это нормально это допускается до отличный это вот этих вот мы кушали да вот баранина совершенно без характерного привкуса баранины то есть я бы честно говоря даже и не и не сказал бы на вкус что это баранина к той которую я привык по крайней мере очень вкусное мясо так что еще можно про них рассказать как они откармливаются вот на таких достаточно бедных почвах производитель как известно 90 процентов стадо мы с ним очень бережно относимся и поддерживаем их концентратом почти практически кроме их лучки они круглый год почти концентраты даете да им концентраты полностью реализацию генетический потенциал а что входит в концентраты что-то ясмень и увес пшеница а концентрата в смысле это вот именно готовый комбикорм или дробленка с премиксом не без применится просто комбикорм смешиваем несколько овес ячмень и пшеница у них вот скоро предстоит работа начало с первого ноября мы раздаем по животноводческим стоянкам оцените на месяц тоже из расчета 25 голов на одного барана маток 25-30 при вольных лучках при искусственном осеменении от 60 голов на одного барана мы на собственный ремонт не оставляем у нас потому что все яркие со всех маточных хатар собирался в одну кучу и чтобы избежать скрытого инбридинга мы закупаем баранов старше года их уже легко определить их не качество уже они показали свое развитие первый год жизни и двухлетнему возрасту мы в мае когда проходит банкировки в клинзаводах тех хозяйствах которые реализуют баранов производители ремонтных баранчиков а свои барачка мы реализуем на племя товарные хозяйства у нас в зиму входит порядка трех тысяч голов после весенней аккордной кампании у нас количество возрастает эквивалентно маточному поголовью удваивается при плодом до августа месяца до четырех месячного возраста заднят находится на подсосе на пастбищах потом мы производим отбивку заднят в дальнейшем они уже самостоятельно ну а так вообще продажи активные вот племенным молодняком товарным нас с этим вопросом сложно потому что нам реализовать вас единственного в республике со хозяйства 7 на сегодняшний день который разводит старопольскую породу то есть к ней к ней как тут к ней не привыкли что ли здесь не раньше здесь по породному районированию размещались овцы и советский меринос они как считают самая крупная из танкорунных пород сейчас в ростовской области они все сконцентрированы в основном у нас в приятельском районе у нас республики занимаются кафахабудда потом агрофирма уралан тоже с советской грузинской порой породы разводят у нас там на польске прямо буденовские усы отрастил вот а тут и животных мы получаем шерсть хорошего качества у нас вот с конца 90-х годов наметилась тенденция разводить поместных овец у них лучше намного мясные качества охот проходит практически на снегу ранний весенний период ягнята сразу поднимаются материалы эти это порода намного нежнее окот проводится в теплых помещениях у нас есть чудаки которые покупают рога например какие-нибудь дизайнеры там мало ли что что-то из рогов вообще делается мы не заморачивались на таких вопросов не не спрашивают нет спроса на них такими роскошными рогами тут в общем-то творческая мысль начинает работать наши ученые биологи проводили исследование немного отличается почти практически совпадает с сайгачьим рогом состав микролюминка хитиного покрова и вот и и и и и и и и Здесь какая-то низинка, тут деревья, кустарники, вода что ли тут стоит, да? Здесь весной очень много воды скапливается, здесь раньше был большой пруд и стояла при Советском Союзе еще животноводческая точка, здесь разводили гусей, водоплавающих на промышленной основе, но в данный момент водоем уже пересекает, заилился и мы его используем как капчатый пальчик. Понятно, и тут травы соответственно должно быть больше, более сочная она. Цеплаги много, в связи с Тавропольской, они более требовательные к карману, чем остальные породы. Более требовательные, да? Разводятся, да. Понятно. В восточных районах у нас разводится грозненская порода, она самая маленькая из танкорунных пород. Она не так требовательная, они сами животные компактные, даже на песчаных дюнах. На песчаных дюнах находят что, да? Да, дают своим хозяевам прибыль, производят продукцию животного овоста. Понятно. А эти более требовательные. Красота. 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 Красота.